Слава Богу! Приветствую всех, друзья, братья и сестры. Именем Господним сегодня Йом-Кипур, сегодня святой день, суббота всех суббот. Так по традиции называется этот день. Действительно, Библия называется это субботой. Независимо от того, в какой день выпадает этот праздник Господний, он называется субботой. Поэтому сегодня хотя среда по календарю, вообще нашему, да, человеческому, но и Божьему, собственно, да. Но сегодняшний день называется субботой, потому что Йом-Кипур, он действительно суббота, день Господний, который день покоя, смирения, покаяния, день всепрощения, день судный день всепрощения, будем так говорить. Да, вот так можно объяснить. День покрытия грехов. В древности, когда храм существовал там в Иерусалиме, то великий священник, первосвященник, заходил во святое святых Иерусалимского храма, именно в этот день. Он не мог в другой день года зайти во святое святых, кадош-кадошем. Он мог зайти только лишь однажды в году, и он обязан был зайти. Однажды в году, это был день сегодняшний как раз. Вот, Йом-Кипур, Йом-Ха-Кипурим, тот самый день, когда он заходил с кровью жертвенных животных, в частности, вот, жертвенного козленка. Бросался жребий, пур, да, вот жребий, тоже корень такой, о жребии говорится. Вот, бросался жребий, и один козленок, он отпускался в пустыню, значит, на смерть, а второй, он ритуально обескрабливался. И вот, с этой кровью великий священник, первосвященник, он заходил во святое святых. И священники еврейские смотрели, наблюдали, примет ли Бог жертву своего народа или не примет. Были разные приметы у них, которые, как бы, их удостоверяли в этом. И самое верное считалось, как раз, времена второго храма, об этом описано в Талмуде, где много исторических таких сведений прекрасных сохранилось, говорится, что священники пропитывали кровью вот эти лоскуты материи белоснежной, и их привешивали в храме и смотрели. Если эти лоскуты становились во время этого служения, во время этого празднества, становились белоснежными, то тогда, значит, ну, сверхъестественно, конечно же, кровавые, пропитаны кровью, да, и они становились белоснежными, то священники констатировали факты, говорили, да, Бог простил нас, аллилуйя, слава Богу. Но если оставались кровавыми, то священники вынуждены были констатировать обратное. Они говорили народу, нет, извините, в этом году Бог не принял жертву своего народа. Вот, оставалось ждать следующего года, и так из года в год. И в Талмуде в разделе Йома говорится, что 40 лет при некой Мшимане Цадике каждый год это чудо совершалось. Каждый год, из года в год, да, 40 лет подряд это чудо совершалось, и лоскуты кровавые превращались сверхъестественно во время служения, приношения этого жертвоприношения становились они белоснежными. Как белильщик не может убелить. Священники, кстати, брали за основу этой традиции из пророка Исаии слова. Если грехи ваши будут, как пропитанной кровью тряпка, Бог говорит. Но там в синодальном переводе как багряная. Ну, более так, смягчили переводчики синодальные. В оригинале там именно как раз пропитанной кровью тряпка. То Бог говорит, я очищу, выбелю, как белильщик не может убелить. Сверхъестественно. Шла речь о грехах Израиля. И раз в году, когда первосвященник заходил во святое святых с кровью жертвенного козленка, то это была жертва за его самого, за его семью, за род, за священство и за весь Израиль. Ну, по сути, за все человечество, потому что не было больше на земле места, где Богу приносились бы жертвы, где Бог принимал бы эти жертвы. Это был Израиль, это был Иерусалим, это был Сион, это был храм. Слава Богу. Да, один Бог, один храм, все было понятно. Сегодня храм Божий из живых камней созидается. Третий храм уже. Мы живем в эпоху третьего храма. Слава Богу. Вот, и 40 лет, я говорил, при цадике Шимоне, значит, совершалось это чудо. Симон праведный, да, был свидетелем этому всему. Но потом 40 лет было неопределенности. Временами да, временами нет. Временами это совершалось чудо, временами не совершалось. Но дальше написано, интересно в Таламуде, что, но последних 40 лет никогда эти лоскуты не становились белоснежными, всегда оставались кровавыми. Это косвенно подтверждение правдивости Евангелий и личности Иешуа, как настоящего Машиаха, Иисуса, как настоящего Христа, спасителя мира. Потому что именно в 30-м году нашей эры Иешуа пролил свою кровь, драгоценную за всех нас. О, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Царь Вселенной! Сегодняшний день, о, великий первосвященник, ему всю славу воздают. И великий первосвященник Иешуа Машиах, Иисус Христос, он со своей драгоценной кровью. И Гмар Хатима Тава, мы обычно, да, мы все люди желают в этот день Гмар Хатима Тава. Мы говорим друг другу, все люди из поколения в поколение. И Иешуа, когда маленький был, тоже самое же говорил своим родителям, родственникам, братьям, сестрам Гмар Хатима Тава. И все родственники, и мама, и папа его, все семья его, знакомые, соседи, желали тоже ему Гмар Хатима Тава. Это с поколом веков идущее приветствие, хорошие записи в этом году. Но знаете, Иисус сделал великое чудо. Он запечатлел имена наши кровью Своею Святою на небесах. Поэтому Гмар Хатима Тава исполнилось, это пожелание исполнилось кровью. Иисуса Христа. И сегодня я благодарю Бога, что кровью Иисуса Христа мое имя записано на небесах. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестры, именем Господнем. Уже утро, уже солнце встало, фактически поднялось уже за кроны деревьев. Благоставляю всех вас в этой удлинней молитве. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам. Да, уж даже яркое солнце, слава Богу. А так, такой туман был вообще ранним утром. Такой туман, сильный, густой прям, удивительно. Вот, прямо такие сцены. Ну, надо было запечатлеть мне на камеру даже. Ну, было плохо видно вообще даже, вот настолько было туманно. И вот сейчас солнце пробилось, и все, даже следа не осталось от этого тумана. Только лишь вот немного влаги. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Слава Христу, вечная слава, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Ангелы в небе Господа славят. Славу достойную, Богу поют, Богу поют, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Аллилуйя. С этим ангелом вместе, с этими ангелами, с этим хором ангельским. Сливаясь, мы вместе славим Господа сегодня, нашего Спасителя, Ишуа Машиаха, нашего первого священника. Это его праздник. Йом-Кипур, это его праздник, это его день. Святое святых. О, спасибо тебе, Господь. Это его день. Шабах, шабатон, суббота, суббот. Он, Господин суббота, и Он водит нас в эту вечную субботу свою. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит, Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры. Аллилуйя, Аллилуйя. Красота какая, посмотрите. Вот это парк, парк Киото. Парк в Киеве, он протяженностью такой вот, от станции метро Лисова до станции метро Чернигевская. Вот, и, значит, этот парк, Киото называется, посвящен культурной столице Японии, городу Киото. А вот здесь уже трасса уже. Поэтому немного шумно здесь, но... Слава Богу, среди шумного города есть вот такой островок, где можно помолиться, пройтись, прогуляться. Слава Богу. Такой молитвенный парк такой. Благословляй Японию, благословляй Киото и все народы нашей страдавшейся планеты. Гмар, хатима, тава. Тава Богу. Гмар, хатима. Слава Богу.